гуляя по никольскому кладбище александра несколько лавров я нагрев интересный склеп это было семейное захоронение семьи григорович самое интересное что там покой то последний морской низ российской империи иван константинович григорович мне стало интересно я решил побольше узнать об этом человеке кто он был как он жил и поделиться с вами все информации которые я не узнал иван константинович григорович родился 26 января 1853 в Санкт-Петербурге русский военный морской и государственный деятель генерал-адъютант адмирал с 19 марта 1911 года последний морской министр российской империи 1871 году поступил и в 1874 году закончил морское училище это название с 1867 по 1891 года носил морской кадетский корпус после его окончания произведен гардемарины в следующем году ничмане участвовал цибрийской экспедиции 1878 года когда большая группа русских моряков за фрактованном пароходе цибири отправил серые американские соединенные штаты не составил экипажа четырех крейсеров закупленных на верфи крампа филадельфии целью эта операция была демонстрация на торговых путях англии отвлечение ее внимание от русско-турецкого театра военных действий проходив около года на клипере забияка в 1879 году вернулся в красот и 17 сентября 1879 года произведен в в 1883 году в чине лейтенанта привел командовать своим первым кораблем портов судов колдунчик последующие годы командовал пароходом рыбкой в кронштадте 1888 и 1889 годах флаг офицер штаба начальника эскадры тихого океана 1891 годах командир парохода петербург старший офицер фрегата герцога рейтбург еще 893 году старший офицер на корвете витязь и крейсер адмирал корнева еще восемьсот девяносто пятом году командир рейсера 2 ранга разбойник монитора береговой обороны броненосец иного крейсера воевода еще восемьсот девяносто восьмом году морской агент в англии капюшан первого ранга 15 февраля 1899 года командир рейсер цесаревич после постройки 1903 году привел его порт артур и 27 января 904 года во время атаки японцев на порт артур цесаревич был торпедирован японским миноносцем цесаревич остался на плаву и всю ночь отражал атаки японских кораблей командир за это был награжден мечами к ордену святого владимира третьей степени 28 марта 1904 года григорович был произведен в ход разбирала с назначением командиром порта порт артур в этой должности пробыл всю осаду крепости благодаря административным способностью коровичи заведенными его образцового порядка во всех властях портовых хозяйств плот до конца осада ремонтировался не знал недостатка угле материала снабжение боевых запасов после падения порт артура корович прибыл в петербург и было время рекомендировал главному морскому штабу рожден ордену святого станислава первой степени смещали начали с самого черноморского флота с 1905 по 1906 год командира либанского порта император александр 3 906 по 908 год 908 году назначен командиром гражданского порта фироля 1909 года товарищ заместитель морского министра вице-адмирал 29 марта 909 года член с 1909 и председатель с 911 по 1917 адмирал кейс совета 15 марта 1911 года назначен морским министром одновременно с производством адмиралы это была непростая в те времена должность так как после войны с японии упал престиж флота техническое состояние флота было плохим бюрократия мешала развернуться пришлось даже императору николай второму вмешаться и отправить на его имя телеграмму который он приказывает 4 17 ноября 1911 года обнародовал по флоту прошу вас иван константинович не обращать внимания на нападки на вас лично и морской ведущий продолжайте твердые и неуклонны порученные вам дело о создании флота и горо и сумел добиться от государства осигнации огромных средств свыше 500 миллионов рублей для возрождения русского флота конце 1912 года пожалуй генерал-адъютанты член государственного совета по назначению 1913 по 1917 год после февральской революции 1 марта 1917 года григорович смещен с должности уволен от службы с приказом а и гучкову от 31 марта 1917 года шире от 19 года григорович работал сотрудник петроградского отделения главного управления единого государственного фонда его военного научного издательского отдела с 1 января 20 года связи с реорганизацией архивов и идем штат морского архива в октябре 21 года уволен из морского архива в связи с сокращением штатов 1920 году григорович также числился сотрудника морской исторической комиссии море шалкова у тебя за это скудный паёк работать приходилось трудных условиях не отапливал помещение архива за после революционные годы григорович два же периода крупозное воспаление легких григоровича не было дров для отопления квартиры зимой 21 года он некоторое время жил на квартире военного морского инженера и конструктора кораблей крыло у которого были дрова конце 1923 года григорович начал оформлять документы на выезды границы для лечения 14 апреля 1924 года в Петроградском губотделе НКВД ему было отказано в выезде за границу однако позднее григоровичу все же удалось добиться разрешения на выезд и очень 1924 года он уехал во Францию где я остался жил бедно в небольшом курортном городке на юге Франции снимаю комнату в пансионе зарабатывал на жизнь продавая свои картины скончался 3 марта 1930 года в возрасте 77 лет был похоронен во франции на русском кладбище в 2005 году отряд кораблей черноморского плота российской федерации составе одесского ракетного крейсера москва и сторожевого корабля путливые совершил заход в форт лазурном берегу франции где взял на борт бурдом спрахован ивана константиновича григоровича из ментанный прах адмирала доставили в российском там прах адмирала встречал лично командующий черноморский плотом гремел артиллерийский салют гроб адмирала когда его перевозили по городу в аэропорт был установлен на пушечном плафете прах адмирала по традиции переносили 6 капитанов но без фуража из новороссийской самолетом прах переправили в санкт-петербург там соответствии с завещанием григоровича его остатки были похоронены в сохранившихся семейном склепе никольском кладбище александра немского его могильной плите выбита надпись всегда любимая всегда дорогая россии иногда вспоминай о нем то так много думал о тебе часть его до константиновича григоровича назад боевой корабль российского флота сторожевой корабль проектор 11 356 адмирал григорович перед в м.ф. россии 10 марта 2016 года на петербургской станции метро адмиралтейской открытые 2011 году среди портретов рельефа 6 выдающихся адмиралов российской империи есть и портрет григоровички